Павел Николаевич, как-то вас беспокоит информация о том, что ситуация на Донбассе опять обостряется? Слушайте, любое противостояние и смерть людей — это плохо. И если дипломаты не могут договориться, то начинают уже работать военные. Поэтому если у нас сильная дипломатия, то надо вообще-таки избегать кровопорядия. Причем в споре виноват умнейший. Если мы умнее, то мы, наверное, и виноваты в этом споре. Поэтому это любого человека беспокоит. У кого есть родственники, у кого есть дети, которых могут совершенно спокойно призвать и отправить туда. Поэтому война — это самое последнее дело. По-моему, 90-й конвой гуманитарный будет. Это другая тема совершенно. Люди попали в тяжелую жизненную ситуацию. И действительно, им надо помогать. Кстати, сейчас, если так разобраться, минимум 20 миллионов российских граждан, которые не живут ни на Донбассе, ни где-то, еще в других, тоже надо помогать. Таких конвоев нужно собирать и посылать огромное количество по всей стране. Там, где наводнения, паводки, там, где люди не могут до пенсии дожить. Поэтому это проблема. Но КПРФ решила, что братьям на Донбассе надо помогать. Но это их право и это святая обязанность. Поэтому 90-й конвой. Главное, чтобы эти конвои попадали туда, куда нужно. Чтобы люди наименее обеспеченные, наиболее пострадавшие получали эти конвои и бесплатно получали то, что там достаточно много продуктов, медикаментов, гигиены. И вот эта связь, она не должна прерываться. А как КПРФ отслеживает, куда это оформляется? Слушай, нашей задачей коллектива Совхозгленина является одно. Собрать эти партии, загрузить их в машины, чтобы ничего не пропало, чтобы все было, скажем так, качественно сохранено. Вот сегодня, я знаю, что 26-го будет еще один вот этот 90-й конвой. Туда уже привезли рыбные консервы, конфеты. Даже кто-то рояль привез. Я не знаю, кому он там нужен. Может быть, в школу в какую-то руководство решило отправить рояль. Потому что мы сами в свое время, прям конкретно в конкретную школу, Елена Ивановна Добренкова училась в этой школе, мы отправили туда детские подарки к Новому году. И потом получили благодарственное письмо, потому что никогда таких подарков они не видели. Поэтому это такое святое дело. Другое дело, что нужно, чтобы там мир и спокойствие. Потому что мы все равно под пушками учиться, жить невозможно. Поэтому это всех нормальных людей беспокоит. Никакого эскалации конфликта, я считаю, нельзя допускать. Павел Николаевич, на апреле назначено послание президента. Что вы ожидаете? Надежда умрет последней. Я как-то уже объяснял, что вот есть программа КПРФ, которую я представлял. И мы ожидаем, что кто-то нас услышит. Что пенсионную реформу надо отменять. Что доходы людей должны быть совершенно другими. Что они должны достойно жить. Чтобы никакой медицины платной не было. Была только бесплатная. Чтобы олигархи не богатели, а богатели обыкновенные люди. Ну и там эту программу все можно читать вдоль и поперек. Поэтому мы надеемся на то, что нас услышат в конце концов. И то, что мы предлагали, будет сделано. Тем более, что вот я сегодня об этом говорил. Представляешь, Коммунистическая партия Российской Федерации, фракция ее, вносила все время предложение о прогрессивной шкале подоходного налога. Например. В конце концов, все-таки сделали прогрессивную шкалу. Если человек получает много денег, то он должен не в 13%, а в 15%. Но это, конечно, не то, что мы предлагали. Потому что мы вообще предлагали освободить малообеспеченных вообще от налогов. От подоходного налога. Государство ему помогает, и сейчас налог не берет с него. Ну, это глупость. А до определенного дохода нужно вообще отменить этот налог подоходный. А вот тем, кто такие, как, например, мы, получают достаточно высокую зарплату. И, соответственно, я должен платить большие налоги. В европейских странах доходят до 40-50% налоги с богатых. Это и надо делать. А вот за счет переспределения средств нужно помогать бедным. Мы это предлагали. Вот мы надеемся, что в послании президента, учитывая то, что самой главной проблемой стала теперь нищета, бедность, и появились вообще, ну, я об этом, кстати, еще в предвыборную кампанию говорил, ну, не может быть работающий, бедный. Если человек работает, он должен получать такую заработную плату, что он мог не только себя прокормить, но и своих детей. А пенсионер, который всю жизнь работал и отчислял деньги в пенсионный фонд, не может потом получить какие-то несчастные 9-10 тысяч. Почему? Потому что он столько денег потратил. Я считаю, что надо провести пенсионную реформу не так. Надо отменить все эти пенсионные фонды, а сделать из бюджета выплату пенсии. Ну, что обманывать людей? И соц. страхование, медицинское страхование. Ну, надо из бюджета содержать здравоохранение. И не нужны эти прокладки, ну, или там посредники, которые есть. Поэтому мы надеемся на то, что предложения, которые вносит КПРФ, будут услышаны и станет легче жить, легче заниматься бизнесом. Появятся губернаторы, которые не будут мешать строить школы. Ну, там много чего мы ждем. А, система судов, независимость судов. Это, слушай, возьмите программу «20 шагов». Там написано, что нужно судей избирать, особенно мировых и общей юрисдикцией, что суды должны быть подконтрольны, что должно быть равенство. Ну, почему у судьи такая пенсия, а, например, у врача или у учителя совершенно другая пенсия? Ну, почему? Я понимаю, что они должны быть защищены, но не настолько же. И там, слушай, все, что ты возьмешь. Работа с правоохранительными органами. Последняя, у меня справка такая интересная есть. Что за последние полгода, после принятия Конституции, какие законы, ухудшающие жизнь нашу и, особенно, скажем так, ухудшающие общую свободу слова, приняла Государственная Дума. Свободу слова, свободу совести? Да, потому что, в принципе, теперь тебя за все могут наказывать. Вот даже я тут обнаружил, мои дочери, значит, они играют в телефон. В том числе и нажимают на кнопки, иногда даже, по-моему, не понимая, что они делают. И ставят лайки. Да вы что? Ну, вот, да. За это срок. Да, я начинаю думать, так смотрю, это на основе понравившейся вам публикации. Думаю, как понравившейся публикации, я вообще не умею лайки ставить, я их никогда не ставлю. Читаю то, что мне нравится и могу перечитать, а могу и... А они нажимают, и я смотрю, они молодцы. То есть, разбираются лучше отца вот в этих вещах. Вот, а сам думаю так, а потом за лайки начнут еще и сажать. Ну, то есть, глупость, честно, абсолютная глупость. Поэтому я вот видел, я, по-моему, рассказывал об этом. Общественная палата Ленинского городского округа собирается. Забились, как сельди в бочку в зал заседаний администрации, без масок, один к одному сидят. Напротив них сидит председатель этой общественной палаты, по-моему, Авдеев фамилия его. И рядом с ним тоже без маски, исполняющий обязанности главы. Сижу, думаю, а вот муниципальных депутатов, которые собрались обсудить какие-то вопросы в Москве, даже при наличии масок, обвинили в нарушении санитарных режимов, и там, значит, всех забрали в околоток, и потом долго там дела шьют до сих пор. Ну, зачем власть это делает? Ну, вот одни собрались, и вроде как... Если у тебя есть, например, партбилет Единой России, то ты не заболеешь, что ли? Тебе не нужно выполнять какие-то, скажем так, нормы. А если у тебя... Я не знаю, я думаю о другом. О том, что все равны перед законом. Если, например, пьяный прокурор сбил ребенка, или там на пешеходном переходе кого-то, то он должен точно так же иметь такую же ответственность, как и простой обыкновенный человек. А он, оказывается, не подсуден, или там судья. И его нельзя задержать, видите ли. А что у нас такая каста неприкасаемых появилась? Конечно, законы надо переписать. Но, воборот, у него больше ответственность должна быть. Потому что он сел пьяный за руль, а он представляет государство. А у него меньше ответственность. И поэтому тут много можно говорить. Надо работать над законодательством. Потому что простой, обыкновенный человек стал уже каким-то холопом у властьимущих. А они ведут себя так, что они как будто бы неприкасаемы. Это, кстати, очень плохо для молодежи. Я вот видел последние исследования. Ты знаешь, молодые люди не хотят быть врачами, учителями, инженерами. Они хотят быть в государственной службе или в государственных корпорациях работать. Причем их родители, отвечая на вопросы, тоже хотят, чтобы их дети вроде как пошли на прокуратуру, суды еще куда-то. Это очень плохо. Государство теряет основы, потому что все-таки основы – это производство для меня. А где эти заводы, на которых эта молодежь должна работать? Какая зарплата у профессоров, которые учат студентов? А почему эти студенты, выйдя даже хорошо учившие, не могут найти себе место для работы? Они говорят, соответственно, ничего не производят. И как? Ну, хорошо. Купили какой-то иностранный гаджет, и на нем работают. А свое-то мы что-нибудь будем производить? Что конкретно мы можем показать миру и сказать? Вы знаешь, как в свое время, можно сколько угодно говорить про Советский Союз, что-то плохое. Но на выставке, например, сразу после войны, всемирной выставке, лучшей машиной была признана «Волга». Это так. А Россия, то есть Советский Союз, обеспечивался полностью самолетами. Причем «Аэрофлот» был первой аэрокомпанией, которая привела больше 100 миллионов пассажиров. Но те, которые говорят, что Советский Союз ничего не делал, да подождите. Ни одной запчасти иностранной в наших самолетах не было. Наша техника была по всему миру, и работало все прекрасно. И поэтому, кто сказал, что русские не могут ничего делать, ну, граждане России? Они наоборот были впереди вообще цивилизации по развитию. Лучшее образование, лучшее здравоохранение, лучшие отношения между людьми. Добрые, честные, открытые улыбки. Посмотрите, что произошло. Поэтому я считаю, что нам нужно что-то менять, причем быстрее. Потому что еще немного, и мы перейдем за черту. Вот есть такая точка невозврата. Точка невозврата — это когда у тебя потеряны все ориентиры. И главное, когда социальный оптимизм. Вот в совхозе почему нравится всем? Потому что все идут и улыбаются. Потому что, ну, по крайней мере, более-менее достойная жизнь. Те, которые сейчас хотят разрушить эту жизнь, они, конечно, имея властные полномочия, пытаются это сделать. Мы же не даемся. Поэтому все будет хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.